Основная цель – снизить административную нагрузку на граждан, которые занимаются предпринимательской деятельностью. Налоговые правоотношения – это конечный результат любой коммерческой деятельности, и достигается он путем взаимодействия с другими участниками рынка. Если поведение каждого участника добросовестно, то риски налоговых нарушений минимальны. Если же ваш контрагент допускает недобросовестное поведение, то налоговым органам это все видно по причине развитости технологий, обработки, учета информации. И мы этой информацией направлены делиться с тем реальным предпринимателем, чтобы он самостоятельно уже откорректировал свои взаимоотношения со своими партнерами и, собственно говоря, обезопасил себя в дальнейшем от значительных налоговых претензий. По мнению брянских налоговиков, форма публичных обсуждений – это лучший способ поговорить с бизнес-сообществом и рассказать о том, что бывает, если вести дела в темную. Пригласили налогоплательщику, который ведет реальный бизнес, без цели кого-то конкретно сегодня уличить или же предъявить претензию – это все текущая работа, которая достаточно конфиденциально проводится и не является достижением публики. Но вместе с тем каждый на примерах, которые мы будем озвучивать, может смоделировать свое поведение, свою политику в выборе контрагентов. Второй темой на публичных обсуждениях стало обеление зарплаты. Не секрет, что многие наши сограждане где-то самозаняты, где-то работают и получают заработную плату не всегда всю официально, так скажем. То есть название есть теневая, серая заработная плата. Конечно, от этого страдает в первую очередь бюджет в ближайшей перспективе, в отдаленной перспективе это и сам работник. Например, пенсионные накопления и социальные выплаты будут намного меньше. Однако вскрыть зарплату в конверте без активной гражданской позиции практически невозможно. Налоговая призывает предпринимателей самих быть добросовестными и своим примером показать другим пример. Еще одна тема – налоговые проверки. Есть выездные и камеральные. Второе – значит проверку на основе тех документов, которые издал налогоплательщик. Если в документах есть какие-то неточности или расхождения, то налоговая сообщает об этом гражданину. Если налогоплательщик согласился и откорректировал свои налоговые обязательства самостоятельно, то речь о налоговой проверке не ведется. И, собственно говоря, если такой диалог не состоялся, и у нас остались вопросы, тогда только мы приступаем к налоговым проверкам. Как и раньше, главное для налоговой службы – предоставить максимально комфортные условия всем налогоплательщикам. Елена Лыщицкая, Игорь Умаров, Андрей Мазунин. События. Брянск.